Есть также вот обучение, как правильно печатать вслепую. Как видите, здесь вот правильное расположение пальцев. Кстати, вот если посмотреть на клавиатуру, эта клавиатура уже явно хочет, чтобы я побыстрее научился слепому методу. И вот те кнопки, которые чаще на зажимаются, они уже постирались. Ну ничего, будем осваивать слепой метод. Привет! Сегодня хочу вам показать интересный сайт, который позволит вам увеличить вашу скорость печати на клавиатуре. Как он называется? В поисковике наберите RataType. И вот он его сразу находит. Это клавиатурный тренажер. Здесь можете выбрать язык, на котором вам удобнее английский, украинский, русский. Вот мы выбрали язык. И теперь здесь есть меню тренажер, тестирование, обучение, рейтинг. Вы можете сразу напечатать этот текст. Вот мы начали печатать. Видите, если неправильный язык установлен, значит надо переключить свой язык. Вот видите, получается скорость 140 знаков в минуту. Причем, видите, я допустил ошибку, и оно показало 140 знаков в минуту. Вот здесь есть тестирование. Вы можете получить сертификат. Здесь видите, серебряный уровень где-то 200 знаков в минуту, 250 золотой. И платином это 350 знаков в минуту. Есть также вот обучение, как правильно печатать вслепую. Как видите, здесь вот правильное расположение пальцев. Кстати, вот если посмотреть на клавиатуру, эта клавиатура уже явно хочет, чтобы я побыстрее научился слепому методу. И вот те кнопки, которые чаще нажимаются, они уже постирались. Ну ничего, будем осваивать слепой метод. И вот чтобы быстрее расположить правильно пальцы вслепую, здесь вот есть на буковке А бугорочек такой, на ощупь его будете чувствовать. И на буковке О бугорочек. И таким образом, вот вы когда ставите пальцы, вы можете вот нащупать и вслепую расположить. И дальше уже печатать. И соответственно, вы можете здесь вот почитать, как правильно печатать. Какие пальцы, какую кнопку рекомендуется, чтобы нажимать. Чтобы вы печатали вслепую и не смотреть на клавиатуру вообще. Дальше вот здесь вы можете рейтинг посмотреть. Вот люди уже печатают. Вообще скорострелы такие. Это кстати за этот месяц, за все время, за сегодня. Вот, ну за все время, если например выбрать вообще какие-то сумасшедшие цифры. Не знаю, эта клавиатура сгорит. Ну и удобен этот сайт тем, что здесь вы можете найти свой курс. Выбрать курс, выбрать игровой режим. С игрой кстати веселее, интереснее обучаться. В группах обучаться и соревнования устраивать. Преподавателям, если вот например обучают начинающих. Можно будет тоже этот сайт использовать. Вот, ну давайте попробуем зарегистрироваться. Регистрация можно через гугл или можно через фейсбук. Ну вот я зарегистрируюсь например через электронную почту. Вот мы написали имя, название вашей почты, пароль придумали. И нажимаем зарегистрироваться. Тут нас приглашают добро пожаловать в Рота Тайп. И можем тренироваться. И так поехали. Вот, и можно вот по урокам, видите, проходить. 19 уроков, начать обучение можно соответственно, получить сертификат. Ну вот, допустим, первый урок. Видите, начинается занятие с самого простого. Мы репетируем простые движения, простые упражнения начального характера. Ну вот таким образом это упражнение можно делать. Можно выбрать игровой режим. Нажимаем начать. Вот такое вот. Для детей это вообще будет весело и интересно. Тоже можно будет разные варианты просматривать. Ну, интересно будет. Посмотрите, попробуйте. Ну, интересно мне пройти тестирование. Ну, вот сейчас пройду тест печати. Нажимаем пройти тест печати. Начать печатать. Поехали. Ну вот, мы напечатали наши поздравления. У тебя есть сертификат печати базовый. Вот вы можете себя проверить и улучшить, соответственно, вашу скорость. Ну, вот наш результат теста. Это в русской раскладке. А вы можете выбрать другую любую раскладку. Ну, допустим, украинскую мову. Попробуем. И проведем тестирование. Пройти тест печати. Ну, вот украинскую мову и тоже такая скорость. Вот попробую сейчас английский язык. Да, с английским как-то плохо. Ну, что ж, тренируйтесь на этом замечательном тренажере. Увеличите свою скорость печати. Попадайте в таблицу рекордов. Всем отличного настроения. Пока.